Здравствуйте! Информационные итоги дня на канале Афонтовой. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Свиной грипп в Красноярске. Что говорят врачи? Откуда в людях столько агрессии? Голосуем в прямом эфире Афонтова. Обсуждаем со зрителями и семейным психологом. Вернуть к работе уволенных педиатров. В Березовской больнице побывала министерская проверка. И начинаем с главной новости к этому часу. Два случая заболевания свиным гриппом официально зарегистрировано в Красноярске. Это дети в возрасте 6 и 7 лет. Как сообщили медики, они уже идут на поправку. Между тем, есть еще один случай. Правда, врачи его не подтверждают. О диагнозе трехлетнего сына сообщила его мама. В качестве доказательства она предоставила фотографию с результатами анализов. Справка опубликована на новостных порталах. В графе диагноз написано, что у ребенка грипп опасного вида H1N1. Добавлю, пока в край на карантин закрыта только одна школа в Балахтинском районе. Его объявили сегодня по причине ОРВИ. Дети не будут ходить на занятия до 30 января. Один класс закрыли на карантин в одной из школ в городе Енисейске. Но несмотря на это, эпидемии гриппа в Красноярске нет, говорят специалисты. В Роспотребнадзоре сообщают, сейчас предпринимаются все меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, особенно в школах и детсадах. Количество заболевших растет, но пока эпидемический порог не превышен. В городе зарегистрировано более 5000 больных ОРЗ или ОРВИ. С диагнозом грипп в краевой клинической больнице находится 9 человек. Состояние одной из пациентов, пожилой женщины, врачи оценивают как тяжелое. Также специалисты отмечают рост так называемой внебольничной пневмонии. Это когда люди переносят болезнь на ногах и вовремя не обращаются к врачу. Добавлю, что ситуация с заболеваемостью гриппом и в других городах не такая спокойная. Эпидемический порог превышен в 47 регионах страны, в частности Калининградской, Томской, Воронежской областях. Сотни школ и детсадов закрыты на карантин. Эту тему мы продолжим чуть позже, а пока к другим. Уголовное дело в отношении отца, избившего дочь металлической биты, передано в суд. Напомню, инцидент случился в октябре. Мужчина несколько раз ударил битой свою 14-летнюю дочь, улечив ее в курении и воровстве. Отец прекратил избивать подростка только после того, как увидел кровь, но помощи девочке не оказал. На следующий день врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и провели срочную операцию. Жестокому отцу теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Вот откуда в людях столько агрессии? Сегодня это тема нашего интерактивного голосования. Есть три варианта ответов. Если вы считаете, что агрессия возникает от неустроенности, то есть бытовых проблем, отсутствия денег или работы, звоните по телефону 219-23-91. Если же агрессивное поведение идет из семьи и это вопрос воспитания, набирайте телефон 219-23-92. Если же люди позволяют себя вести агрессивно просто потому, что чувствуют безнаказанность, ваш номер 219-23-93. Эту тему мы обсуждаем сегодня в течение дня и сейчас также начинаем принимать ваши звонки с мнениями. Если вам есть что сказать по теме нашего интерактивного голосования, откуда сейчас в людях столько агрессии, звоните нам в прямой эфир телефон 261-62-63. Также гостем в нашей студии сегодня станет семейный психолог. Выслушаем и экспертное мнение тоже. Таких случаев проявления человеческой жестокости немало. Вот самые шокирующие, которые случились за последний месяц. Поэтическим соображениям мы вынуждены закрыть отдельные кадры. Избила сына из-за того, что не смогла снять наличные в банкомате. В Ямало-Ненецком автономном округе женщина накинулась на шестилетнего ребенка, когда узнала, что детское пособие ей не перевели. Позже пояснила полиции, что не смогла справиться с эмоциями. Эту жестокую сцену зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские уже завели уголовное дело. Несколько раз ударила и пнула трехгодовалую внучку за игры в магазине. Так 49-летняя женщина из Череповца наказала маленькую девочку за непослушание. На кадрах видно, как ребенок сначала пытается спрятаться за варежкой от разгневанной бабушки. От подзатыльника малышка упала и ударилась головой о стенд. Женщина, схватив внучку за капюшон, спокойно вышла из магазина. Лесорубы-живодеры в Мотыге на трое мужчин обнаружили берлогу со спящим медведем. Сначала они разрушили ее гусеничным трактором. А когда медведь попытался вылезти, расстреляли его из ружья. Свою охоту мужчины сняли на телефон. Эта запись и стала доказательством вины. Тушу медведя обнаружили полицейские, когда устроили в лесу профилактический рейд против браконьеров. Юлия Комлякова, Афонтова, новости. Стали известны новые подробности о трагедии в Артемовске. Есть версия, что бизнесмен за несколько часов до трагедии пытался повеситься. О попытке суицида рассказывают друзья погибшего. Напомню, трагедия произошла 24 января. По версии следствия, местный предприниматель расстрелял всю свою семью, дочь, сына, жену и покончил с собой. Причиной их могли стать как долги и угрозы кредиторов, так и смерти отца бизнесмена. И вот сейчас мы готовы принять первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы готовы выслушать ваше мнение. Конечно же, это все идет из семьи. В любом случае, как бы к детям не относились в школе, где бы они не работали, но все о любовь и тепло приходят с детства. Бывает, что родители тащат маленького ребенка за руку, вьют по губам. Вместо того, чтобы остановиться, поговорить с ним, объяснить, что правильно, что неправильно. Даже наругать, но потом прижать к себе и сказать о том, как мы их любим и что они для нас значат. Я считаю, что, конечно же, вся агрессия идет в первую очередь из семьи. А как вы считаете, случаев проявления агрессивного поведения, вот сейчас действительно стало больше? Или это спровоцировано появлением кадров в интернете, в СМИ? Вы знаете, наверное, да, стало больше. Конечно же, это и телевидение, и то, что мы детям больше позволяем смотреть телевизор, какие-то программы, которые им нужно смотреть. Даже те же самые мультики, они тоже, конечно же, у детей как-то отражаются на их психическом восприятии. Спасибо, спасибо вам. Да это же, конечно, все зависит от родителей. Спасибо вам огромное за ваше мнение. И возвращаемся к теме здравоохранения. Пациенты центральной районной больницы в Березовке требуют уволить главврача и улучшить качество медицинских услуг. Дело в том, что в больнице уволили двух педиатров, осталось всего пять. Из-за этого возникают огромные очереди. Родители считают, что их детей просто бросили. Все претензии жители сегодня высказали заместителю министра здравоохранения края Борису Немику. Виталий Поляков с подробностями. Пришли с утра, а врач-хирург кричит, а что вы пришли? У вас вечером хирург. Вы вообще за тем, кому пришли? У вас другой врач. Может, с четверг придете, а у него ноги отказываются. Он чуть на все в этом у вас кабинета. Коллеги, это ваши специалисты. Ваши мать. Уважаемые жители, я не могу много комментировать, но хочу сказать. Вы наведите порядок. Как я должна наведить порядок, если это ваши подчиненные? В Березовской районной больнице бунт. Пациенты против главного врача. Люди недовольны качеством медицинских услуг. Они не хотят больше терпеть равнодушие врачей, постоянные очереди, нехватку узких специалистов и требуют уволить главврача. Медицинский персонал тоже на их стороне, уверены жители. Мамочки, пожалуйста, не останавливайте, сидите до конца. Не только в педиатрии, во всей больнице. Недовольных масса. Только они молчат. Я говорю, приходите на пикет. Нет, мы не можем, я работаю. Вы знаете, мне вот дали премию, а мне не дали. Но я не могу ничего сказать. Отовсюду. Все сидят и боятся. Отовсюду каждый. Чашу терпения местных переполнило увольнение двух педиатров в разгар зимних заболеваний. Медики не согласились подписывать новый трудовой договор. Осталось пять специалистов, но двое написали заявление в знак солидарности. Мамочкам показалось, что их детей просто бросили. Ведь сейчас, чтобы попасть на прием с ребенком, нужно ждать полдня. Предложение главврача дополнительной работы, они отказались. Это не добровольный был. Это принудительный был. Нельзя было так делать. Есть законодательства. Если дополнительные работы предлагаются под нужды предприятия, в двойном размале оплачивается. А вы хотите за 30 рублей, они дополнительно из дома с ребенком на улице не выходят. Или гулять, потому что они дежурные. Главврач Березовской ЦРБ Лидия Лисенкова уходить со своего поста из-за конфликта с жителями не намерена. Свои ошибки не признает. Потому что я себя считаю специалистом, достаточно опытным. И я на сегодняшний день исполняю те планы мероприятия и те требования, те задачи, которые ставит передо мной министерство. Замминистра здравоохранения края Борис Немик, который сегодня приехал в Березовку, рекомендовал главврачу восстановить на работе уволенных педиатров. В больнице идет министерская проверка. И в рамках проверки в целом смотрится вопрос оказания педиатрической помощи населению Березовского района. Родители говорят, что шумиха вокруг их проблем уже принесла свои плоды. После того, как об их конфликте рассказали по телевизору, поликлиника заработала как надо. Мы за два часа прошли всех специалистов с ребенком. Такого не было никогда. С чем это связывает? Ну, я думаю, связано с этим бунтом. Завтра в Березовке пройдет митинг против действия главврача. Пока пациенты бунтуют, в Минздраве решают, что делать. Думать будут до следующей недели. А ведь Березовка – это лишь один пример нынешней сельской медицины, причем не самый плохой. Врачей не хватает. Например, Дзержинский район уже не первый год живет без роддома. До ближайшего 80 километров. Виталий Поляков, Алексей Егоров, Афонтова новости. Напомню, что сегодня мы проводим интерактивное голосование и спрашиваем у вас, откуда в людях в последнее время столько агрессии. Ведь шокирующее видео с кадрами избиения или насилия появляется в сети регулярно. Итак, есть три варианта ответов. Сейчас вы видите их на своих экранах. Если вам есть что сказать по теме нашего интерактивного голосования, звоните также нам и в прямой эфир. Телефон 261-62-63. Мы выслушаем ваше мнение. Итак, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы готовы выслушать ваше мнение. Здравствуйте. Это от безнаказанности все идет. А как вы считаете, можно ли с этим как-то бороться, с агрессивным поведением, если при этом считаете, что оно становится безнаказанным? Конечно, должны правоохранительные органы работать. Органы опеки, попечительства, общественности. И вы, в том числе, средства массовой информации должны показывать реальную картину. А как вы считаете, каким должно быть наказание? Ну вот, например, за жестокое обращение с... Ну, не с детьми. С детьми, понятно, тут мы даже оценивать не можем. Ну, например, с животным. Вот недавно появилось видео в сети, там, с медведем, с волком растиражировали. Вот здесь люди обошлись штрафом буквально в 2000 рублей. Вот вы знаете, все живые существа на планете, в том числе и люди, появляются от какого-то там миросоздателя. Поэтому, если это животное было лишено от рук человека, то оно должно также нести человеку наказание, как и за ребенка. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо, что позвонили нам в прямой эфир. Итак, продолжаем выпуск. Пятерка с минусом за строительство детских садов. Сегодня депутаты побывали в семи садах, строительство которых они курировали весь прошлый год. Вердикт контролеров – садики построены качественно и в срок. Правда, один из ян все-таки нашли. Какой знает Дмитрий Пеменов? Еще недавно здесь был пустырь и барак, и теперь вместо них красивый детский сад, как раз в центре нового растущего микрорайона. Белые росы. Садик на улице Полтавской работает меньше месяца. В конце декабря здесь провели первый новогодний утренник. Сегодня его порог впервые переступили городские депутаты. Они отправились в рейд по детским садам, которые строили в прошлом году, чтобы посмотреть, справились ли строители. Здесь нареканий нет. Следующая остановка – новый садик на судостроительной, в таком же растущем микрорайоне «Утиный плес». И здесь депутатов-контролеров все устроило. Тепло, несмотря на большие витражные окна. Если к первым Дум детским садам вопросов не возникло, и сданы не вовремя, и заполнены почти на 100%, то к третьему на Алешу Тимошенко 82Б вопрос и таки появился. Дело в том, что расположен он не очень удобно на Атшибе, на горе, и поэтому заполнен всего наполовину. Именно из-за неудобного расположения этого садика депутаты поставили чиновникам минус. Здесь нет нормального автобусного маршрута. Правда, в прошлом году к строительной площадке невозможно было даже подойти. И был серьезный вопрос, как сюда будут добираться родители с детьми. Сейчас же пешеходный путь к нему не вызывает вопросов. То, что раньше показывали на фотографиях, то, что мы увидели сегодня, конечно, это огромная разница. Уже и лестницу мы увидели, и мы вот сейчас, пока ехали в автобусе, уже планировали, что можно дальше сделать, и где деревья посадить, и где благоустроить дорогу. В целом, в прошлом году в Красноярске построили семь детских садов на 1250 мест. Александр Глесков с коллегами не раз посещал стройплощадки, не раз указывал строителям на срыв сроков или некачественную работу. Сегодня, видя готовый результат, претензий не имеет. Я считаю, администрация сделала выводы, потому что мы, когда поехали в феврале-марте прошлого года, была ужасная картина. Сроки были все сорваны, комплектование было все сорвано, и вопросы благоустройства не были решены, и, в общем-то, наша критика возымела действия. Сейчас в Красноярске строят еще два больших садика по 270 мест каждый. Работа пока идет без нарушений. Сдать их планируют в этом году. В текущем году нам осталось завершить строительство двух детских садов. Каждой мощностью по 270 мест поместимостью. Один детский сад размещен в Зеленой Рощи на улице Беталлургов, а второй детский сад расположен на Кривоне Солнечном. Это когда? Это ноябрь текущего года. Городские чиновники уверяют, благодаря такой ударной работе количество мест в детских садах превысило количество детей от 3 до 7 лет. В очереди остались только те, кто ждет, когда освободится место в конкретном садике. Тем не менее, в мэрии разрабатывают еще несколько новых проектов на будущее. Это садик на Истинском поле, пристройки к садикам на Красной армии и на улице Карбышева. Правда, начнут ли их воплощать в жизнь в этом году, непонятно. Экономическая ситуация такая, что загадывать не стоит. Дмитрий Пименов, Олег Голубин, Афонтова новости. Напомню, что сегодня мы обсуждаем с вами тему в прямом эфире, тему человеческой жестокости. Вот сейчас у нас есть телефонный звонок, мы готовы выслушать ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Петровна. Очень приятно, Людмила Петровна. А я вот хочу сказать, что это идет все-таки от семьи. Жестокость, вот эта агрессия. Я вот так считаю. А как вы считаете, можно ли как-то справиться вот с этой агрессией сейчас, которая сложилась в современном обществе, если это идет из семьи? Я там же говорю. Ой, даже трудно мне сказать. Не знаю даже. Можно, наверное, но навряд ли. Спасибо вам за ваше мнение, что позвонили в наш прямой эфир. 16 лет одиночества. История единственного жителя деревни Михайловка. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор, низкие цены, бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Внимание, внимание! С 30 января в Красноярском цирке грандиозное цирковое шоу Гиерадзе. Баронеты! Черные пантеры! Леопарды! Цыгры! Медведи! Верблюды! 233-14-55! Категория 0+. Радио «Шансон Красноярск» представляет ежегодный проект «Шансон поют красноярцы». Новые песни о сибиряках, о жизни, о любви, от души и для души. Слушайте каждый день на 101,7 «Песни наших земляков». Комсомольская правда представляет коллекцию «Лучшие современные художники». 50 самых талантливых мастеров кисти. Фрида Кало, Ника Сафронов, Рене Магрид. 9 февраля альбом Энди Уорхол в подарок покупателям комсомолки. Спрашивайте в киосках и почтовых отделениях. Вы смотрите новости о фонтовой. Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. Откуда в людях столько агрессии? Прямо сейчас эту тему мы обсудим с гостем нашей студии, семейным психологом Аушрой Курегешевой. Аушра, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, действительно, сейчас мы регулярно сталкиваемся с разными примерами жестокости. Причем часто взрослые ведут себя агрессивно. Вот это видео и в сети появляется, и на разных интернет-ресурсах. Скажите, можно ли говорить, что случаи стали особенно распространены в последнее время? И как все-таки психологи оценивают эту ситуацию? Более частым стало обращение внимания именно СМИ, так скажем, средств массовой информации, при том и интернетовских всяких порталов. В плане того, что размещается туда информация, она доступна, ее можно смотреть. Вот в этом плане точно этого стало гораздо больше. И это, с одной стороны, провоцирует и поведение, которое происходит в жизни, в реальной. А вот как вы считаете, что провоцирует людей вести себя жестоко? Вы сегодня задали такую тему интерактива, безнаказанность, семья или неустроенность. На самом деле это все взаимосвязано, потому что получается, если есть какая-то неустроенность, на нее точно реагируют взрослые люди, и если они не умеют контролировать свои эмоции, свое поведение, свои поступки, они это передают детям. Безнаказанность. В каком плане безнаказанность? Правовых органов, безнаказанность внутри семьи. Это не научение ребенка какому-то подчинению дисциплине, не знаю, навыкам ведения себя адекватно в социуме. Это тоже грани одной и той же проблемы на самом деле. То есть какой бы ответ ни выбрали, получается, оно сводится в одну систему. В систему изначального воспитания. И все-таки идет, исходит изначально из детства, из семьи. Что мы вкладываем в ребенка, то мы в итоге потом и имеем. То есть, например, агрессивность, жестокость, такие свойства личности, они формируются прежде всего в детском возрасте. Это не может быть приобретенными какими-то свойствами в течение жизни? Под влиянием взрослых, социума это может усилиться. Мы не говорим сейчас с вами о патологии, потому что есть определенные категории людей, которые не очень-то поддаются педагогической коррекции. От них это отдельно, это тема медицины. Но при этом мы понимаем прекрасно, что в ребенка будет вкладываться изначально, несмотря на то, что происходит вокруг. Даже если у семьи есть какие-то серьезные финансовые проблемы, понятно, это сложно пережить. Это нужно какие-то ресурсы, силы, эмоциональную стойкость. Но при этом мы очень точно должны понимать, взрослые должны понимать, что вины ребенка в этом нет. При этом часто бывает, что взрослый человек совершает какое-то подобное действие, и о нем отзываются после этого друзья родственников, о том, что он вполне себе уравновешенный человек. Вот в этом смысле, если можно очень коротко, в этом смысле как это объясняют психологи? Ну, наступает определенный кризис, когда уже очень сложно вынести ситуации, которые, может быть, наслаиваются одна на одну. Но при этом нужно точно понимать, я чего на самом деле хочу. Либо решить проблему, либо выместить вот эту свою неустроенность, свою слабость на ком-то, кто еще слабее меня. Спасибо вам большое за интересный разговор. К сожалению, время нашей программы ограничено. Спасибо вам. С гостем я прощаюсь и программу продолжаем. Напомню, что сегодня мы проводили интерактивное голосование и спрашивали у вас, откуда в людях в последнее время столько агрессии. Были три варианта ответа, и сейчас мы готовы подвести итоги. Итак, большинство наших телезрителей, это около 50%, считает, что жестокое поведение спровоцировано безнаказанностью. Ну, в этом смысле тех, кто голосовал, можно понять, потому что реальные проверки и расследования проводятся только после того, как кадры, избиения или насилие появляются в сети. Спасибо, что приняли участие в нашем голосовании. Нам всегда важно знать ваше мнение. Уехал из Красноярска и применял квартиру в городе на избушку в умирающем поселке. Сейчас Михаил Бабурин, последний житель деревни Михайловка Каннского района. Один день жизни первого и единственного парня на деревне в нашем следующем репортаже. Пустыми дворами и покосившимися избушками встречает нас Михайловка. Домов в деревне с десяток сохранилось, да и то в центре поселка. Но тропинка протоптана только к одному. Здесь живет Михаил Бабурин с собакой Марфы и котом Маркизом. Привет, пёс! Ты тут хозяина охраняешь? Один, да? Марфа встречает незнакомцев по-доброму, за что хозяин ее частенько ругает. Ой! Нельзя! Проходите, не бойтесь! С утра Михаил Максимович в домашних хлопотах. Но гостям рад, они ведь в этих краях редкости. Вот они так и живут. Видишь, здесь холодно, а ветра нет, ну всё. Всё, Петя, Петя. Вот так и нашёл. Три раза накормить надо, напоить надо, дрова надо, воды надо. И так, и так, и так, и так. Плитушат обить надо. Вот и всё. О, это попою. Михаил Бабурин переехал в Михайловку 16 лет назад. Развёлся с женой, вернулся в родительский дом и завёл большое хозяйство. Сажает огород и держит скотину. 10 куриц и 20 овец. В 2000-м, когда Бабурин перебрался в деревню, здесь жили 9 человек. Кто-то из стариков умер, остальных дети перевезли в другие посёлки. Последний сосед Михаила Максимовича уехал лет 8 назад. Ну вот рядом две бабки жило, и брат у него жил. Ну, три человека. Я с матерью жил. Мать была здесь, я отец, я их похоронил. С тех пор Михаил Бабурин стал первым и единственным парнем на деревне. Пойдём, пойдём. Надо посмотреть. Я давно уже не был. Вот, видите, сорвали. А сейчас развалится и всё. Вон, всё. А если меня не будет, то вообще ни одного столба не будет. По хозяйски он обходит оставшиеся развалины и помнит каждого, кто когда-то в них жил. В 90-х развалился местный совхоз или скромхоз. Работы не стало, и люди начали разъезжаться. А ведь в советское время Михаиловка была в числе передовиков и носила почётное звание колхоз-миллионер. А население доходило до тысячи человек. Вот здесь вот детские ясли были, мать была заведующая. Детский сад, клуб, памятник. Теперь в радиусе 10 километров рядом с Михаилом Максимовичем не души. Из гостей летом приезжает сын Денис да брат Максим. А по весне в Михайловку заходят медведи. А потом я выхожу на дорогу. А кто это босиком здесь шёл? Голос снял. Раз. О, это не мои следы. А потом пошёл, пошёл, пошёл. А-а-а. А он и кок я оставил. Здесь вот пошёл, ведь не зашёл ко мне, не зашёл. Когда работа есть, не скучно. В соседнюю деревню Михаил Максимович выезжает только летом, когда заводится старенький мотоцикл. Остальное время хлопочет по хозяйству. Сам ремонтирует печку и шьёт себе тулуп из овечьих шкур. А ещё очень любит кофе. Его по дружбе Бабурину привозит почтальон. Вот эти вот, вот. Выбирайте. Для связи с внешним миром у единственного жителя Михайловки телефон и телевизор с двумя каналами. Новости и художественные фильмы. Обязательный пункт распорядки каждого дня. Вот здесь бух после бани. И в халате, и... Так прекрасно. По вечерам топит печку и мечтает купить тепловую пушку, чтобы дом обогревался быстрее. Но пока с пенсией скопить на неё не получается. Что будет там прохладить? Раз электрическую печку включил, нормально будет. В Красноярске Михаил Максимович с тех пор, как переехал в Михайловку, не был ни разу. Хоть и прожил в нём половину жизни. В молодости работал на красмаш, а растил с женой двоих сыновей. Но теперь, говорит, в город даже не тянет. Мало машин, мало, совсем мало. Только автобусы. И всё. А сейчас, вот я говорю, сейчас. О-о-о-о. Там, наверное, красава не перейдёшь. Там вообще, наверное, вот так вот ходят. Вот так вот. А в Михайловке голубое небо, не затянутое дымкой. Белый снег и звенящая тишина, которую изредка прерывает собачий лай. Это Марфа намекает хозяину, что пора ужин готовить. Удень. Вот и всё. Наша миссия кончилась. В Красноярском крае сейчас 89 деревень-призраков. Но пока Михайловка в их число не входит. Наверное, потому, что здесь ещё живёт Михаил Бабурин. Здесь есть свет. Почтальон привозит пенсию по зимнику, которую накатали лесовозы. Правда, в феврале дорогу заметёт. Сегодня из тайги уехала последняя техника. Так что почтальон до Михайловки может и не добраться. Но Михаил Максимович не унывает. Жил ведь в одиночку 16 лет. Жаль только, что кофе. Всего одна банка осталась. На три месяца распутицы точно не хватит. Поехали мы. Ну, добро. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что провели это время с нами. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Днём столбик с термометров поднимется до отметки минус 19. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Один метр в секунду. Шанс авто. Журнал не только про автомобили. Спорт, здоровье, строительство, финансы и многое другое в каждом номере. 62 500 читателей в неделю. Телефон коммерческого дела 266-77-77. Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зелёная почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова